Маг Мини 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 Снизу находится черная пластиковая заглушка, повернув которую мы получаем доступ к внутренним компонентам Мака, а именно оперативной памяти, которую можно легко заменить на пару более емких плашек в домашних условиях. Никаких специальных навыков от вас не потребуется. Здесь же находится антенна Wi-Fi. Кстати, Мини поддерживает сети N диапазонов, а протокол Bluetooth обновился до четвертой версии. Маг Мини Производительность Маг Мини совершенно никак нельзя соотнести с его миниатюрным корпусом. В тестах Geekbench наш испытуемый выдал результат в 11 с лишним тысяч очков, опередив iMac 2012 года и чуть-чуть не дотянув до мощного MacBook Pro с дисплеем Retina. Впрочем, компьютер ведет себя очень уверенно и не в синтетических тестах. Несмотря на откровенно слабое видеорешение, которое используется в Мак Мини, StarCraft 2 в разрешении Full HD при средних настройках графики он ворочал вполне бодро и отрисовывал на экране рой зергов совершенно без проблем. Средний уровень FPS не падал ниже отметки в 30 кадров в секунду, даже в самых насыщенных сценах. Да и в целом, при обычном повседневном использовании Мак Мини показал себя молодцом, демонстрируя всегда плавную анимацию и в целом достаточную производительность. Вы удивитесь, но в нем даже есть встроенный динамик. Нельзя сказать, что звук Мак Мини вас поразит своей частотой и объемностью, но сам факт его наличия меня, честное слово, удивил. Однако в любом случае рекомендую задуматься о подключении внешней акустики, так как качество встроенного динамика вас вряд ли удовлетворит. Что касается подключения периферийных устройств. Мне удалось протестировать Мак Мини с внешним Full HD монитором, подключив его непосредственно через HDMI-провод. Также в комплекте присутствует переходник DVI-HDMI, с помощью которого вы сможете подключить любой современный монитор к Мак Мини. Давайте потихоньку подходить к выводам. Зачем нужен Мак Мини, стоит ли его покупать, если стоит, то в каком случае и вообще, что это за зверь такой? Мак Мини станет отличной и удачной покупкой в случае, если вы хотите приобрести себе мощный и недорогой настольный Мак, на котором вы собираетесь не только смотреть фильмы и сидеть ВКонтакте, но и редактировать фотографии, монтировать видеоролики и в целом вести активную деятельность вместе со своим компьютером. Производительности малыша хватит вполне. К нему не обязательно покупать достаточно дорогие мыши и клавиатуры от Apple. Вполне можно использовать те, к которым вы уже привыкли. Конечно, если они USB-совместимые. Ну и, конечно, цена тоже сыграет важную роль при выборе компьютера. На сегодняшний день Мак Мини это самый доступный Мак на рынке. К сожалению, компьютер не сможет похвастать дискретным видеорешением, что определенно расстроит геймеров, которым возможностей Intel HD 4000 будет явно недостаточно. Но в целом Мак Мини чертовски хорош. Он маленький, очень легкий, тихий, а невероятно стильный алюминиевый корпус станет украшением любого рабочего стола. Это свойственно любой технике Apple. А на этом все. С вами на Мак Мини конца 2012 года смотрел Илья Казаков. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. И обязательно поделитесь своим мнением о компьютере в комментариях к этому видео. Пока-пока.